Добрый день, уважаемые дамы и господа! Напомню, вы слушаете радио «Народная волна» на чистоте 1590М на нашем веб-сайте radioNVC.com и, конечно же, на нашем YouTube-канале. И я с великим удовольствием сообщаю о том, что со мной сегодня в программе Валентина Руденко. Напомню, советник президента Виктора Ющенко, автор сценария фильма. Кстати, фильмы, если вы еще не посмотрели, советую на YouTube. Фильм называется «Мама». Обязательно посмотрите. Обязательно. Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте, Сергей. Спасибо, что нашли время и нашли возможность поучаствовать в нашем эфире. Всегда очень приятно иметь дело и беседовать с человеком, у которого хороший, прочный взгляд на жизнь. Начнем, наверное, с событий в Украине. Что происходит сейчас, потому что это всегда беспокоит многих. Большинство людей, не только русскоговорящих, во всем мире на это обращают внимание. Ну и, конечно же, у нас здесь довольно большая община украинская. Ну и все остальные, те, кто приехали из других регионов бывшего Советского Союза, так или иначе интересуются тем, что происходит. Поэтому давайте начнем, наверное, с текущего момента. Ну, надо сказать, что самая на сегодняшний день драматичная история и драматичные события происходит, конечно же, к сожалению, в Мариуполе. Мариуполь остается заблокированным. Выбраться оттуда людям практически нереально. Гуманитарные коридоры каждый день назначаются и точно так же ежедневно отменяются. И что с этим делать? Уже, в общем, на сегодняшний день, я так понимаю, самая тяжелая артиллерия. Уже взялся разговаривать сегодня глава ООН с кремлевскими по поводу того, что давайте как-то думать, как выпустить людей из Мариуполя и решить эту проблему, потому что это гуманитарная катастрофа. В общем, я даже не представляла себе, что такое возможно в наше время. Там несколько сотен людей, которые находятся под землей в этих катакомбах, под заводом Азовсталь, ну и, конечно, наши доблестные воины Азов и 36-я бригада морской пехоты, морпехи наши. Там, я так понимаю, что из гражданских лиц где-то несколько сотен людей, где-то порядка 500. Ну и военные. И вот, наверное, все видели их несколько, много раз показывают, и уже все телекомпании снимали этих людей видео с этими людьми, которые есть и распространены они в Ютубе и везде они есть. Как они просят, чтобы им помогли. У них мало продуктов, у них нет медикаментов. Там есть дети, что самое страшное. И я не знаю, из какого металла, из какого материала сделаны эти черти, которые это все устроили Украине и которые заблокировали там этих детей, людей, женщин. Вы понимаете, ведь как люди там оказались? Многие туда зашли в первые дни войны, когда бомбили очень сильно Мариуполь, люди туда зашли, укрываясь. Точно так же, как пол Украины у нас укрывалось в убежищах. И сегодня тоже, когда звучит тревога, все опускаются в убежище. Они опустились туда точно так, как в Киеве или в Днепре или в Харькове опускались люди в метро. А потом они не смогли выйти оттуда. Понимаете? Они туда зашли, а выйти они не могут из-за интенсивности обстрелов, огня, вот этих каких-то химических препаратов, которые бросают на Мариуполь. Но это же ад. Это же кромешный ад. Вот вы знаете, я не знаю, какой художник может все это описать и кто это мог представить и предвидеть. Ведь Мариуполь красивый, достаточно богатый город. Там очень небольшое количество людей среди населения, среди людей, населявших этот город, можно отнести к среднему классу. Люди хорошо зарабатывали, люди жили, люди любили свой город. В этом городе сейчас, вот сейчас, ровно сейчас, цветут абрикосы и вишни. Там очень красиво могло бы быть. И все то, что не сгорело, это очень красиво. Там всегда пахнет морем. А сейчас весна, вот в этом городе, будет пахнуть вот этим ужасным, прости меня, Господи, русским миром. Это запах разлагающихся тел от убитых людей на улицах. Вот эти гарь постоянная, которая там все время что-то коптит, потому что все время стреляют и что-то горит. И никакого уже ни запаха моря, ни запаха вот этих фруктов, вот этого потрясающего запаха юга Украины. Понимаете, Мариуполь — это сегодня сердце этой войны, как говорит наш президент. И это правда. Если не помочь Мариуполю, я вообще не знаю тогда, как после этого вообще, о чем мы можем говорить и как смотреть на белый свет, если вот это вот сидят люди, умирают на глазах у всего мира, и им никто не может помочь. А вот по поводу коридоров гуманитарных, а чем, как можно объяснить, что это не происходит? Почему? Для чего? Ради чего? Потому что русские, не побоюсь этого слова, их называю не люди. Вот эти вот не люди, им постоянно мерещатся бандеровцы, им мерещатся националисты, прости господи, фашисты. Хотя понятно, что фашисты — это ровно они, они кто-то другой. И вот постоянные вот эти вот... Ведь на Украину же напали почему? Потому что денацификация, вот эта вот денационализация — это что такое? Это же нас лечат, они собирались нас лечить, освобождать от игофашизма и все такое прочее. Они это все придумали сами, одели этот пузырь на всю Россию, натянули на головы людям. Люди в этом прожили лет 20, наверное, русские. У них уже мозги все, ты знаете, как лоботомия какая-то, как чип им ставили вот с этой информацией, которая там в их головах живет. И вот это вот крутится все время. Это фашисты, это фашисты, это фашисты. Вот они не выпускают этих маленьких детей. Наверное, они думали, что фашистка — это девочка трехмесячная, которую убили позавчера в Одессе, понимаете? Вот это вот постоянно им мерещится. И там вот женщины, дети — это, наверное, фашисты, наверное, националисты. Наверное, пришли их от чего-то спасать. Только непонятно, от чего они их спасают. Им самим спасаться надо этим уродом, понимаете? Эти не люди. Поэтому мне трудно объяснить это, но наша министр Ирина Верещук, министр по делам оккупированных территорий, которая очень много этим всем занимается, понятно, что подняты на ноги и Красный Крест, и другие международные организации, и ОБСЕ, которые могли бы как-то посодействовать, ничего не могут сделать, потому что сегодня они соглашаются, что завтра у нас будет гуманитарный коридор. Завтра они уже его, это дело, значит, скасувало. Я не помню, как это по-русски. И, знаете, вот когда еще раньше, когда еще не было все так драматично, в том самом Мариуполе, там, условно говоря, даже месяц назад, туда же шли украинские гуманитарные конвои, которые привозили еду, воду, медикаменты. Ни один из украинских гуманитарных конвоев не дошел до города Мариуполь. Их останавливали, там такой есть населенный пункт Запорожской области, Мангуш. Вот их останавливали в этом Мангуше, это, по-моему, 30 километров до Мариуполя, и забирали гуманитарку. Потом по-разному судьба у этой гуманитарки. Одни, говорят, ее в магазинах продавали, там рядом, например, в Мелитополе. Другие еще что-то рассказывают. Ну, короче, куда-то девалась эта гуманитарка. Автобусы в лучшем случае возвращали, а мы знаем несколько случаев, когда автобусы расстреляли, погибли водители, погибли люди, которые везли туда помощь. Ну, вот такая вот то, что называется блокада. Понимаете? То, что Ленинград терпел 900 дней во Второй мировой войне, теперь эти фашисты, вот они теперь это все дело проделывают в Украине. Я иначе это никак не могу ни классифицировать, ни представить, не объяснить, ничего не могу. Я не понимаю, почему это происходит. В принципе, я понимаю, но для моего разума, понимаете, человека гуманного, я не понимаю, как это объяснить, что это за люди и с чего они сделаны, честно скажу. А теперь, если говорить в целом... Вот, Сергей, одна секунда. Там есть вот буквально за последние дни очень хорошая информация. Буквально сегодня стало известно о том, что привезли ребенка в Киев из Донецка. Это дочка украинского многократного чемпиона по водному полу и бывшего капитана команды украинской по водному полу. Он погиб в первые дни войны, папа этой девочки. А девочку... Мама умерла ее еще раньше. Вот, ребенок воспитывался отцом, дедушкой и бабушкой. Дедушка тоже тренер по водному полу. И вот девочка была ранена в первые дни войны, когда отец ее погиб. Отец погиб, а она была ранена. У нее были осколки в теле. И она лежала в больнице имени Кирова в Мариуполе. И в этот момент, значит, приехали эти доброходы, в кавычках фашисты эти русские. Все люди понимали, значит, Скорая помощь – это 1999 года выпуска Скорая помощь. 2000 года. Ну, вы знаете, что они это практикуют. И уже несколько сотен тысяч украинских граждан вывезены на территорию подконтрольную России. И, как известно, вывезено около 500 тысяч детей, в частности, в Россию. Или на территорию, которая подконтрольна России. Так вот, она оказалась в Донецке на контролируемой территории фашистами. И вот месяц, больше месяца, ее дедушка, бабушка и несколько международных организаций, в первую очередь, Красный Крест, боролись за то, чтобы ее вернули в семью. И вот девочка буквально сегодня приехала к дедушке, который находится в Киеве. Они в Киеве вдвоем, и уже в интернете есть их фотографии. И я считаю, это, знаете, одна маленькая детская судьба, одно маленькое сердце вернулось туда, где его согреют. И это прекрасно. Да. А если говорить в целом о ситуации на Донбассе, что происходит, какие цели, задачи ставит перед собой российская армия, и каким образом все это происходит? Ну, я, собственно, знаю все это из тех же источников, которые есть в свободном доступе. Ну, естественно, там общаюсь иногда с военными, с военными экспертами. Ну, вот все они говорят, что вот это вот вторая волна наступления, которую долго готовили русские по поводу того, чтобы наступать на Донбассе. И мечта, я так понимаю, Путина. Господи, чуть не сказала другое слово. Вот. А это вот мечта его о том, чтобы Донбасс был в административных границах. Вот это Донецкая и Луганская область, чтобы выйти им на границы на эти и вернуть их в те республики, которые там самопровозглашенные ДНР, ЛНР, чтобы они были в границах, в административных границах областей Луганской и Донецкой. Вот они сегодня там, значит, за это борются, но украинская армия дает им очень сильный и надежный отпор. И продвижение там, вот я знаю, завчера там, это официальная информация, они продвинулись там на 10 километров, но сегодня уже у них эти 10 километров отбили. Там, говорят, есть некоторые деревни и села, в которых по нескольку раз в день они переходят из рук в руки, потому что украинские сбройнесылы Украины, ЗСУ, то, что называется, они очень сильно воюют мужественно, очень эффективно, слава богу, у них хватает оружия, вот, и поэтому, в общем, брак не продвигается так, как они мечтали, так, какие у них были планы. Вот, и вот эта вот дуга, которую они собираются там замкнуть между Харьковом и, значит, Мариуполем, для того, чтобы был сухопутный путь, я думаю, ничего у них с этим не получится. Даже если Мариуполь, не дай бог, они уже его заблокировали, и даже если они будут пользоваться этой территорией, вряд ли, я думаю, у них получится вот эту дугу соорудить, потому что, я думаю, украинская армия этого не допустит, мы будем биться до конца, и мы не пропустим этих людей. А у россиян, со своей стороны, у них проблемы уже на сегодняшний день, потому что деморализованная публика, вся военная, офицеры понимают, куда они вляпались, в прямом смысле слова вляпались, потому что в эту ситуацию войти нельзя, в нее можно только вляпаться. Вот, если мозгами думать, то ты, может, не оказался бы в этой ситуации, а поскольку никто ничего не думает, а слушают каких-то там, я так понимаю, генералов, вот это результат вот этого бездумания, когда мозги спят. Вот, и деморализованное войско, деморализованные военные, которые, как опять же говорит наш президент в прошлом, юморист, украсть унитаз и умереть, вот это их мечта. Ну, и в какой-то или значительной степени исход сражений будет зависеть от того, насколько будет оснащена украинская армия. Да. И по этому поводу... И вот, сейчас, пока мы с вами разговариваем, вот заканчивается встреча в Рамштайне, где представители практически, не практически, а 40, более 40 стран собрались для того, чтобы говорить, это не только НАТО и не только страны НАТО, а это уже весь мир. Они уже думают о том, как помочь Украине, потому что всем очевидно, с кем и с чем борется Украина. Украина борется с тьмой. Тьма – это сегодня Россия, к сожалению. Я уже говорила у вас в прошлом эфире, что великие духовные ценности русские разбились о потребности тупого холодильника и оболванивания. Понимаете? И вот эти люди... Я не хочу, как говорится, все валить в одну кучу, но тем не менее я хочу сказать, что люди, которые занимались оболваниванием русского народа, ни день, ни два, Сергей, и ни год, а которые занимались многие-многие годы, а конкретно лет 20, они достигли успеха. Потому что абсолютно в масштабе страны, которая называется Россия, имеет место сон разума. А как известно, Франциско Гоя сказал, его известная картина, его произведение. У него есть такая рубрика «Капричус», несколько произведений. Там одна из гравюр называется «Сон разума рождает чудовище». Так вот эти чудовища, они родились. И они, к сожалению, сегодня топчут мою землю, Украину. И очень посягают на весь мир. Очень. Всем угрожают, всем. И Украина борется сегодня с этой тьмой во имя себя и во имя всего мира. Поэтому, естественно, все должны собираться и думать, как помочь Украине. Потому что, если, не дай бог, Украина падет или Украина не выиграет эту войну, хотя это уже на сегодняшний день невозможно, потому что очевиден этот перелом, он уже произошел. Но все-таки Украине надо помогать, потому что иначе вот эти чудовища, они приползут в каждый дом, в каждую страну. И они будут хотеть одного. Они будут хотеть только одного, чтобы нас уничтожить. Потому что мы им враги. Поступают сообщения о том, что страны, Швейцария, Швеция, другие страны, ну, поставляют или намерены поставить тяжелое вооружение, которое, наверное, необходимо для решения этих задач. Потому что тактика ведения военных действий изменилась. Если раньше, там, скажем, российские войска шли колонной напрямую, результат печальный. Танков там тьма тьмущая, бронетранспортеров, живой силы погибло. Поэтому, насколько я понимаю, они изменили тактику. Они сейчас обстреливают снарядами реактивными, ракетами. То есть, это происходит. Кстати, в Одессе, если я не ошибаюсь, в Одессу прилетело несколько ракет. Да. И эти ракеты, которые прилетели в субботу в Одессу, они были выпущены вроде как из субмарины, из подводных лодок. Потому что на поверхности воды уже, ну, я имею в виду кораблей флотских, уже их нет. Ну, они не прикрыты после этого. Печальный случай у них, да. Крейсер «Москва», насколько я знаю. Да, да, да. И теперь это вот совершенно все делается уже из этих субмарин. И это тоже большая проблема. Но я думаю, и с этим мы справимся. Все ужасно. Вот то, что Россия предлагает сегодня, вот эти вот способы массового уничтожения, понимаете, у них еще хватает совести говорить после этого, что мы не стреляем по мирным, понимаете. Как вы не стреляете по мирным людям? А по кому вы стреляете? Где вы ищете вот этих вот фашистов, которых вы ищете, в которых вы давно уже превратились сами? Где вы их ищете? В роддомах, в больницах, в детских садиках, в школах, в жилых домах. Вот в Харькове, Сергей, вы вдумайтесь, в Харькове 20 тысяч зданий, жилых домов разрушено. То есть там нет ни одного целого жилого дома. То же самое в Мариуполе. Ну, Мариуполь просто сожгли весь и уничтожили. Это вообще не обсуждается. Ну, в Харькове еще какие-то там, он все-таки огромный город, понимаете. Вот как это возможно в 21 веке? Это кто эти люди? Я все время взываю, вот кто эти люди? И не надо говорить, что виноват один Путин. Не Путин жмет на эти все кнопки. Нет. На эти все кнопки жмут тысячи идиотов, понимаете. Людей, у которых нет мозгов. Потому что, знаете, почему так получилось? Я вот, мое понимание этого, это опять же тот же сон разума. Потому что когда сон разума, это интеллигенция, это культурные люди, это люди, которые имеют отношение к гуманитарным... Подождите мне, пожалуйста. К гуманитарным вопросам. Они занимаются тем, что они выступают дрожжами, понимаете, вот как телевидение. Вот, например, взять хотя бы даже в России первый канал. Или взять канал Россия. Первым каналом командует Константин Эрнст. Он командует этим каналом 27 лет. Из них 20 он служит вот этому всему, этому демонизму, понимаете. Знаете что, у меня есть предложение. Давайте мы... Это как бы большая довольно тема. По поводу интеллигенции, по поводу реакции российской интеллигенции. Давайте мы сделаем перерыв. Буквально несколько минут послушаем рекламные объявления, после чего вернемся и продолжим. Продолжая нашу программу, напомню, сегодня со мной Валентина Руденко, советник президента Ющенко, автор сценария фильма «Мама», который я вам очень рекомендую посмотреть на YouTube. Вы можете посмотреть этот фильм. И прежде чем мы поговорим об интеллигенции, о реакции интеллигенции, я буквально вчера наткнулся на YouTube, на фестиваль. Есть такая, в Украине есть такой дуэт «Потап и Настя». Я к ним относился как-то, ну, такой молодежный, и тексты такие порой незамысловатые, как-то я их серьезно не воспринимал. А вчера я наткнулся на фестиваль латинской песни, или что-то такое, какой-то латинский фестиваль. И Настя выступила с речью совершенно потрясающе, ну, мало того, что она красавица на испанском, да, вот именно на испанском она произвела на меня неизгладимое впечатление. Ну, мало того, что она выглядит совершенно потрясающе, и она еще произнесла эту речь на испанском языке, это было что-то. И флага на держала. Да, я не мог этого не сказать, это произвело на меня действительно очень глубокое впечатление. Так вот, что касается интеллигенции, скажем, российской интеллигенции, разная реакция. Есть люди, которые... Да. Ну, пожалуйста. Я просто хочу сказать, что вот Настя, ну, это же все-таки популярная музыка, понимаете? Ну, это люди, которые, даже если бы она этого не сделала, ну, к ней бы, я думаю, счет никто не предъявлял. Но ведь когда речь идет о таких людях, вот я начала говорить про Эрнста, например, но человек 27 лет или там 28 возглавляет этот канал. Ведь это же один из умнейших людей, это просвещенный человек, очень серьезный, интеллектуал. Я когда раньше жила в Москве одно время, я когда бы не зашла в этот книжный магазин «Москва», который находился на Тверском, там всегда был Эрнст, ну, обычно вечером, часов 9-10 вечера. С огромной стопкой книг он все скупал. И я думала, боже мой, когда этот человек это читает? Но, тем не менее, вот когда он начинает говорить, когда он дает интервью, ты понимаешь, что это просвещенный человек своего времени, понимаете? Вот скажите мне, пожалуйста, 20 лет он рассказывает своим зрителям о том, что такое Украина. Ну, какое-то время еще было более-менее все лояльно там в начале нулевых. Ну, а потом же после Оранжевого Майдана, после революции 4-го года и после выборов Ющенко, дальше там, дальше был 14-й год. Послушать, что говорил Первый канал о войне на Донбассе и что они говорят сегодня. Я в жизни не поверю, что Константин Львович Эрнст, который в 25 лет, в 25 лет защитил кандидатскую диссертацию на тему генетики, мог, может сегодня думать о том, что в Украине по улицам ходят фашисты, и что немедленно надо начать военную вот эту всю, как они называют, операцию, на самом деле войну, и убивать женщин, детей, сжечь Мариуполь, Бучу, Ирпень, вот это все под Киевом, насиловать детей, трехлетних детей насиловать, убивать женщин, убивать стариков, насиловать детей на глазах у родителей, насиловать родителей на глазах у детей, кому-то отрубили руки, кому-то отрубили ноги на глазах у родителей. Прискажите, пожалуйста, вот эти вот даже не средневековые инквизиционные палаческие вещи, а представьте, какой-то возможностей может быть восстановленный вид. Константин Львович сидит тихо дома на красивом, наверное, диване и смотрит свой канал, смотрит новости в 9 часов программу, время которой уже 50 или 60 лет она выходит, в одно и то же время, и вот там рассказывают вот это всё, что происходит в Украине, и, наверное, трактуют, опять же, Мариуполь, наверное, что-то говорят о трёхмесячном младенце. Наверное, ему это всё нравится, скажите, пожалуйста. Я уверена, что он этого не хочет, и что он гуманный человек, но его разум, наверное, спит, раз это всё происходит. И спит это уже разум лет 20, наверное, потому что на дети, как я говорила, этот пузырь на весь русский народ, понимаете, на 150 миллионов, но это же огромное преступление. То же самое касается и Добродеева. Это же один из умнейших тоже людей. Брат диссидента советского. Мама-учительница. Семья вообще интеллигентов, как говорится, плоть от плоти. И вот этот человек возглавляет уже 20 лет, или там сколько, ну да, 20, возглавляет канал Россия. И что они творят? Они же замотивировали, замодерировали всю страну на то, что все 150 миллионов верят в то, вот что я говорю. Фашисты, бандеровцы, хунта, вот власть в Украине, которую избрал украинский народ в 2014 году, которую избрал украинский народ потом в 2019 году, который избирал народ в 2004 году, даже в 2010. Это всё хунта, это всё какие-то негодяи, страна каких-то негодяев, страна, в которой там постоянно что-то происходит, там хаос, а не страна. На самом деле Украина свободная, демократическая страна. И за это на нас нападают, за это запускают свою когтистую, мерзкую лапу эти люди, для того, чтобы рядом с их страной, которую они построили для себя, я имею в виду вот это вот Путин и его вот эта шайка, чтобы вокруг не было примера ни одного положительного, понимаете? Мы убиваем Украину, потом мы убьём Прибалтику, чтобы не было примеров хороших, нормальной жизни, понимаете? Я вообще не понимаю, а как насчёт интеллигенции, как насчёт их разума? Это я сейчас две фамилии назвала, самых таких, которые, ну, знаете, как говорится, на вершине айсберга. Но это же миллионы людей, это же тысячи людей. Я сама знаю сотни интеллигентных людей, которые почему-то молчат. Или почитаешь их в Фейсбук, они пишут такое, вроде это ничего не происходит, и их волнуют какие-то вещи там, на какой машине они поедут, как это всё будет, и вообще вот какие-то такие бытовуха какая-то, вроде как они не замечают того, что происходит. Я понимаю, что это нервное для того, чтобы отвлечься, но тем не менее. Ведь всё же враньё, понимаете? Ведь никто же никогда, ни в каком телевизоре не объяснил русскому народу, что эти люди, которые ездят в дорогих автомобилях, я имею в виду олигархи, окружение президента, вот эти вот люди, которых я называю, которые руководят медийными всеми инструментами оболванивания, я бы сказала, не информирования, а оболванивания, и производят уродов из нормальных людей. Так вот эти люди ездят в дорогих итальянских костюмах, в хороших немецких автомобилях, и почему-то они не рассказали ещё никогда, что, пожалуйста, европейцы, приезжайте в Рязань на шоппинг, или приезжайте в Иваново на шоппинг, или приезжайте в Воронеж на шоппинг. Они почему-то ездят сами в Европу на шоппинг, учатся там их не дети, там их дети живут, у них там замки, дворцы, квартиры, и всевозможная недвижимость, мыслимая и немыслимая от яхты, самолётов, и заканчивая, я же говорю, дворцами. И при этом вот этой Рязани, Воронежу, Иваново и прочим бурятиям, они рассказывают о том, что тут фашисты, и вы должны сейчас сесть в ваши танки, которые остались, кстати, от ваших дедов со Второй мировой войны, потому что весь металл и все идеи, чтобы сделать новое, они стырили на свои вот эти, как я перечислила, недвижимости, понимаете? Вот, так вот для этого они вот этих людей оболванивают, чтобы они куда-то ехали и что-то делали, потому что когда народ занят, насколько я понимаю, вот этими вот фашистскими войнами, фашисты, естественно, не мы, фашисты они, которые приезжают на нашу землю, когда народ вот этим занят, грабежом, убийствами, насилием, их власть тогда нормально сохраняется, понимаете? И тогда можно спокойно избираться 25-й раз президенту Путину в 24-м году на выбор. Какой он там раз будет избираться, я не знаю, 7-й что ли, понимаете? При нем выросло поколение людей, которые без него не жили, понимаете? И вот это ничего, это не стыдно, это можно рассказывать в телевизоре, это можно рассказывать на радио, это можно рассказывать в интернете, и осуществлять всякие там операции по гибридам и фейкам, и на белое говорить чёрное, и в общем вот это вот с этим всем жить. А ведь эти люди, башка каждого из них, носит в себе минимум 10 библиотек, которые они прочитали, понимаете? Я имею в виду библиотеки не как мебельный, не интерьер, а как библиотека, например, имени Ленина в Москве, понимаете? Так у какого-нибудь Константина Львовича в башке таких библиотек штук 10, поверьте мне, потому что он настоящий интеллектуал. Вот у меня к ним ко всем вопрос. Как вам не стыдно? У вас дети, Константин Львович, у вас у самого пятеро детей или шестеро? Шестеро. Так вот объясните, пожалуйста, вы когда их гладите по голове, и они засыпают, и вы им там, наверное, читаете сказку перед сном, вы что вообще после этого, когда ложитесь спать? Да вам эти младенцы, которых вы поубивали, они у вас перед глазами будут плыть. Почитайте Библию, что там написано в заповедях. Вот если как спускается кара Божья на головы потом наследников? И то, что говорят до третьего колена, так это же в Библии написано. До третьего и до шестого, понимаете? Вот они с этим будут жить. Но в принципе мне всё равно, с чем они будут жить. Я бы хотела сегодня больше всего, Сергей, чтобы вернулись Буча, чтобы вернулась Ирпень, чтобы вернулась Бородянка, чтобы восстал Чернигов, вот какой он был, понимаете? Вот Буча, Ирпень, Бородянка, Гастомель, это же, ну вот если бы вы посмотрели на них до вот этого всего, это такие Беверли-Хиллз в старых соснах, в старом вековом лесу, куда приезжал ещё, между прочим, любимый этими всеми босиками Михаил Афанасьевич Булгаков, где он провёл своё детство, там его дача была, между прочим, в Буче, понимаете? Вот я знаю эту церковь, в которую он ходил. А теперь вот посмотрите, как всё закольцовывается. Вот Михаил Афанасьевич написал «Собачье сердце». «Собачье сердце» снял Владимир Бортко. Вы слышали, что верещит этот урод, этот идиот и этот нелюдь? Он кричит «Бахните по Киеву, чтобы они там уже не дёргались». Вы слышали, что он орал в программе у Соловьёва? Я не смотрю Соловьёва, но украинский Ютьюб просто записал Бортко. И это крутится у нас в Ютьюбе в украинском. Но это же умереть надо, товарищи. У человека фамилия Бортко, его папа — украинец, мама — украинка. Когда умер его папа, его мама вышла замуж за украинского драматурга, известнейшего советского драматурга Александра Кордичука, который написал, кстати, много прекрасных произведений. К нему тоже много вопросов, он был очень советский. Но ведь это великие наши... Понимаете, вот у нас есть проспект Корнечука, у нас есть площадь Корнечука. Я в Киеве постоянно хожу мимо дома, на котором висит огромная мемориальная доска «Александр Евдокимович Корнечук живу цему Будинку». Так вот его пасынком, человеком, который сидел у него на руках и вырос у него на коленях, в его квартире и на его даче был Владимир Бортко. Он учился в одном институте вместе со мной, только он старше на пять лет. Я была на первом курсе, а он был уже дипломником, понимаете? Я знаю его жену, я знаю его тёщу, она у меня преподавала. Мой преподаватель Нила Рибская, профессор, жила на Крещатике женщина. Светлейшие люди, скажите, что с этим чёртом случилось? Что он городит? Почему он так всё это ненавидит, понимаете? Так он же натуральный Шариков, он же натуральный Швондер. Он все персонажи, которых высмеял Булгаков, и с таким сарказмом, кстати, талантливо изобразил Бортко в своём собачьем сердце, понимаете? Вот он именно и есть вот эти вот уроды, Швондер, Шариков, кто там ещё вероломные эти люди, понимаете? Вот это он, это теперь Бортко. Но он считает, что он кинорежиссёр, он приличный человек, он стоит на канале «Россия» у Соловьёва в эфире, на канале, который называется «Россия», у Соловьёва в эфире, и говорит, убейте Украину. Он говорит, что там Киев, бахните уже, чтобы они там не разговаривали, и чтобы они нас тут не нервировали, не тратить на них время. Ну вы понимаете? Ну, Сергей, ну это же преступление, если люди так мыслят. Но ладно, Бортко, бог с ним, может, он сошёл с ума, ему уже тоже лет немало, может, он как художник у него какие-то там свои, прости господи, видения. Но то, что русский народ массово, 150 миллионов, пребывают вот в таком ужасном настроении по поводу Украины, за это должны нести ответственность, и не только кремлёвские. А вот вся медийная индустрия, которая на это работала, тоже должна нести ответственность. И они точно так же должны предстать в каких-то гаагских и прочих трибуналах и ответить за это. И я думаю, что у них не у каждого хватит, прости господи, силы воли, как у Геббельса, себя умертвить. Понимаете? Потому что они... Многие из них полагают, что они делают правильное дело, святое. Да, понимаете? Ну, я думаю, что им надо всем лечиться. Вот в чём дело. И это будет тоже огромная ещё мировая проблема, вылечить 150 миллионов людей. Понимаете? Или надо строить китайскую стену. Вот я предложила бы Украине вот все обломки вот этих сожжённых им и городов, вот эту вот весь строительный, что называется, но их же куда-то надо девать, утилизировать. Вот это всё утилизировать в огромную стену. И построить стену по всему кордону Украины с Россией. И вот там должна быть стена высотой 10 метров. А дальше надо позвать израильских специалистов, чтобы они помогли консультациями. Где там должны быть лазерные пушки стоят, которые убивают сразу каждого, кто пытается проникнуть. Что там, как там опускается, поднимается. Ну, там целая машинерия. Можно писать на e-mail. А для украинцев это так не свойственно. Мы очень ласковый и нежный этнос. Это я говорю не потому, что я украинка, а потому, что это правда. И это все знают. И нас не трогай, мы никого не тронем. Можем между собой разбираться. Но это наше дело. Интересно. Девели себя уже окончательно сейчас. Рано или поздно это все равно закончится. Конечно. Но не может продолжаться бесконечно. Будет наша победа большая, которую будет праздновать весь мир. Потому что весь мир нам помогал. И спасибо за это большое. И Россия практически в изоляции. Но не в абсолютной изоляции. В силу того, что Россия располагает энергетическими ресурсами, есть страны, которые так или иначе в силу обстоятельств вынуждены. Или еще по каким-то причинам. Но в основном-то, конечно, находится в изоляции. В основном-то, конечно, это ляжет таким черным-черным пятном. И заберет годы у нормальных людей. Потому что нормальных людей, пусть они в большом меньшинстве, их очень мало, но они там есть. Понимаете? И им не пробиться. Им тоже не пробиться. Как нашим из Мариуполя не пробиться на свет Божий выйти, так этим невозможно пробиться через вот эти напластования лжи, идиотизма и вот этого отсутствия вообще всякой гуманности. Вообще отсутствия представления о гуманности. Понимаете? И это так же тяжело. Время, конечно, покажет, но очень жаль, что так тяжело пишется история 21 века. Ну, это как бы моральная сторона, что касается России. Там на самом деле есть люди, которые пострадали, потому что я видел массовые демонстрации в Петербурге, которые разгонялись силами там правопорядка людей бьют и так далее. Это моральные такие потери. А вот что касается Украины, чем я никак не могу... Вот это первое, что пришло мне на ум. Я еще не знаю, так сказать, не вникал в суть. Первый раз, когда только 24-е произошло, я говорю, что бы там ни было, о чем бы ни говорили, кто бы ни был виноват, отбросить в сторону политику. Потом разберемся, кто как себя вел, кто прав, кто виноват, кто, так сказать, создавал условия для этого. Сейчас нужно это остановить, потому что гибнут совершенно невинные люди, которые не имеют никакого отношения ни к политике, ни к каким-то экономическим интригам, ничего абсолютно. Просто люди, которые жили своей собственной жизнью, дети малые, которые вообще ангелы, и они гибнут. Ну, потому что один человек, один сумасшедший в Кремле решил, что всех надо убить, как он говорит, страну, Украину, я вас уничтожу. А все остальные ему подпевают. А почему он решил Украину уничтожить? Ну, вот я сказала уже, или потому что ему надо седьмой или двадцать седьмой раз избираться, и ему нужны вот эти победоносные войны, или ему не нужны хорошие примеры рядом, вот в такой достаточно нормальной, спокойной, сытой жизни. Потому что Украина достаточно сытую вела жизнь. У нас большой процент, это средний класс, это люди, которые по два раза в год ездят за границу отдыхать, которые ездят на хороших автомобилях, живут в хороших квартирах, понимаете? Люди, которые построили дома, и это не обязательно, я же говорю о олигархе, которые там что-то украли, уволокли из бюджета какие-то, увели деньги. Нет, это люди, которым дала возможность страна зарабатывать деньги, в которой, если ты хочешь кем-то стать, ты можешь стать. Это правда. Потому что это молодая демократия, в ней нет еще вот этого протекционизма какого-то там сумасшедшего, или еще чего, чем страдают уже демократии более, условно говоря, такие взрослые. Вот, поэтому все возможно. И поэтому люди жили своей жизнью, и они действительно, как вы говорите, ни в чем не виноваты. Они виноваты только в том, что они украинцы. А виноваты все в том, что один сумасшедший имеет в руках красную кнопку, а все остальные теперь сидят и дрожат, как осиновые листы, потому что никто не знает, что ему стрельнет в голову в следующие там двое суток и в следующие два часа. И я вам должна сказать, возвращаясь опять же к теме сон разума, понимаете, этот сон, он длится уже очень давно в России на самом деле, потому что проспали, вот если говорить об интеллигенции, которая имела возможность говорить еще в конце 90-х, условно говоря, проспали выборы Ельцина 96-го года, нечестные, проспали приход Путина к власти, ведь Путин же пришел к власти не путем выборов, он же был назначен, извините, преемником, преемником, мы же знаем, как его назначили. И тогдашний президент Российской Федерации Борис Николаевич Ельцин, который вроде как был демократом, вывел на крыльцовного Гиреева своего дома этого человека и сказал, русский народ, вот твой новый президент, я ухожу, а ему отдаю Россию. Ну и через три года были выборы, естественно, понятно, что какие уже там были выборы в марте месяце. Так вот это все проспали. Разум это проспал, это недопустимо. Нельзя было этого делать. Потом проспали точно так же. Проспали 2008 год Грузию. Никто не реагировал, и мировая общественность тоже. А Саркази удивительным делом, почему-то он разруливал всю эту историю на Кавказе и в Грузии тогда. И удивительным делом оказалось то, что его финансировали русские, его выборную кампанию. Вот и удивительно, понимаете? И этот человек приехал в Грузию и выполнил все пожелания Путина. Все. Приехал со шпаргалочкой, в которой было там пять или шесть пунктов. И все это было так сделано в 2008 году. А потом был 2014. Понимаете? Который в Минске опять была шпаргалка Путина. Понимаете? С его пожеланиями. Которые Украина, к сожалению, вынуждена была какое-то время выполнять. И вот это все. Таскали эту всю историю. Минские соглашения. Минские соглашения. Слово сказать по поводу 2014 года. Наша администрация в то время сыграла абсолютно неблаговидную роль во всей этой истории. Конечно. Потому что... Вы имеете в виду обаму? Да. Да, Сергей, это стыдно. Это правда. Это стыдно. Потому что Обама звонил и говорил, не стреляйте в Крыму. Это он звонил. И это исторический факт. Понимаете? Ну и вот, собственно, история повторилась с некоторыми вариациями. Потому что наша администрация и в этот раз сидела очень долго, совершенно тихо. Кстати, по-моему, полтора года в Украине нет американского посла. Только сегодня он намерен, так сказать, номинировать кого-то на пост дипломата главного в Украину. А до сих пор не было даже специального представителя в Украине. Да. Удивительные вещи. И если мы посмотрим хронологию событий, то есть накануне нас предупреждали о том, что вот-вот оно начнется, вот 16-го будет нападение и так далее. То есть как бы наша администрация либо разведка точно знала, либо разведки как бы доложили, что вот мы тут нападем. И это заявление Байдена по поводу небольшого вторжения России, как бы это вроде нормально. То есть это даже не впечатление создается такое. Когда начинаешь соединять точки, понимаешь, что накануне Бернс, директор ЦРУ полетел на встречу в Кремль. Кремль. Но если оно будет небольшое, то мы не будем реагировать. А вот если там, то посмотрим. В общем, настолько мутная история. И наша администрация сидела, ничего не делала, не предпринимала никаких шагов на протяжении длительного времени. Там гибнут люди. Это должно было решаться экстренно, моментально. Нет. Сейчас только начинают, потому что похоже, что обстоятельства, ну, во-первых, общественное давление. И неождача виден результат. Ну, мы же с вами понимаем это. Это понимают все. В Украине понимают все. Но мы благодарны, потому что нам помогают. Это понятно, что если бы не вот эта помощь международная, британская, и, конечно, американская, и материальная, и вооружением помощь, нам бы было намного тяжелее. Я думаю, мы бы победили, но, наверное, еще бы пришлось отдать и отдать жизни. Вот. Поэтому мы благодарны. Но, в общем, просил президент. Президент выступал перед всеми конгрессами и просил, пожалуйста, дайте, дайте, дайте. Ничего же не давали в первый месяц. Вернее, давали, но не в том количестве и не в том качестве. А сейчас уже, когда очевиден результат, перелом. Поэтому, конечно, уже... Вот то, что давали, это можно описать как, ну, такое поддерживание костра. Вот он горит потихоньку, огонек, мы туда подкидываем дровишек, чтобы оно тлело и не гасло. Вот как бы с этой целью. Не для того, чтобы решить эту проблему. И потом. У нас ведь президент занимается внешней политикой. То есть, все внешнеполитические действия идут из его кабинета. Что касается нашей внешней политики или дипломатии, не было сделано абсолютно ничего. То есть, никаких усилий. Громкие заявления, там, в адрес Путина, он убийца, они же ничего не решают. Надо было приложить максимум дипломатических усилий, чтобы избежать вот такого военного конфликта. По этому поводу ничего, абсолютно ничего не было сделано. Абсолютно ничего. Как будто это не касается нас. Трудно объяснить. Может быть, не представляли до конца всей опасности. Когда уже увидели этих чертей и увидели, кто это и что это сунет, тогда уже стало все как-то активнее. А так, как вы правильно сказали, ну, так какое-то там вторжение. Может, это расширение зоны военных действий той, которая есть на Донбассе. Может, ее там увеличат. Ну, короче, какие-то вот такие невразумительные какие-то были понимания, которые вот и привели к тому, что так неактивно, особенно первый месяц, это все происходило. Ну, слава богу, слава богу, что все это как-то, в общем-то, становится... И дай бог, чтобы это как можно скорее закончилось. Валентина, к сожалению, времени больше не остается. Огромное спасибо. Пожелаем скорейшего прекращения всего этого кошмара, который происходит. Да. И здоровья, радости и процветания Украине. Спасибо, Сергей. Всего. И будем говорить о кино с вами. Да, еще раз, еще раз, фильм «Мама» на YouTube посмотрите обязательно. Это я сейчас обращаюсь к своим радиослушателям и тех, кто смотрит нас на YouTube-канале. Например, фильм называется «Мама». Спасибо огромное. Всего самого наилучшего. Ну, доброго, спасибо вам. Спасибо. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!